Виноград по 35 рублей Виталин бомбочный Городской пляж Махачкалы Купание запрещено В магазин пошла Всем привет! Начинается наше Классное путешествие по Дагестану Гостиница называется Лорд Стоит за сутки чуть больше 2000 рублей с завтраками Довольно просторный номер Wi-Fi есть Кондиционер есть Классный вид есть На озеро Рядом с морем Шаговые доступности через дорогу Холодильник Все отлично И ценник приемлемый По сравнению с другими курортами России Давайте знакомиться Нас зовут Игорь и Юля Надеюсь поймете кто из нас кто Канал интересные путешествия Снимаем про путешествия по миру Но на данный момент по России Сами знаете почему Побывали уже в Сочи В Крыму Сейчас вот в Дагестане Сами живем в Калининграде Снимаем и про Калининград У нас очень насыщенная программа На целую неделю по Дагестану Поэтому подписывайтесь на канал Покажем все самые классные места А также не забывайте подписываться на инстаграм Чтобы быть в курсе всех событий Ссылочки есть в описании А мы уже добрались до моря На берегу Каспийского моря Мы сейчас находимся Это самый большой замкнутый водоем в мире То есть здесь тоже видите есть свои рекорды Вода достаточно прозрачная, теплая Рыбаки рыбачат, судачат Здесь никто не купается Максим можно ножки помочить А пляжи дальше Пляжный отдых в Дагестане тоже есть Пляжи есть Но их немного И в городе вообще не купаются Мне уже многие в инстаграме написали То, что если хотите хороший пляж Надо ехать за город Но мы приехали не за пляжами Мы приехали посмотреть на красоты Поэтому мы сейчас сначала покажем вам То, что море есть Вы будете знать Прогуляемся немного по городу А дальше поедем смотреть Именно достопримечательности Дагестана Я, честно говоря, немного в шоке Сейчас провел опрос в инстаграме Так вот, 40% ответили То, что даже не знают, что в Дагестане есть море Ну что ж, с помощью наших видео Вы узнаете, что здесь и море И горы, и каньоны Многие еще боятся приезжать в Дагестан Говорят, или вообще миф, знаете, самый распространенный То, что в Дагестане опасно Вместе с вами мы будем как раз таки это всю эту неделю проверять Насколько здесь опасно Какие опасности здесь вообще могут подвергаться Спросим у людей Почему такой миф Пока что обыкновенный город С обыкновенными собаками И все нормально Не помню, сказал или нет Но мы вообще в Махачкале И у нас целая неделя будет здесь И отсюда будем кататься по разным достопримечательствам А сегодня пока что погуляем, посмотрим город Немного о том, как мы сюда добрались Мы прилетели сами, забронировали номер и купили билеты Билеты на двоих Калининград-Махачкала через Москву Примерно 30 тысяч вышли Отель на 6 ночей 13 тысяч Ссылка, где бронируем по таким адекватным ценам отели И покупаем билеты Я оставляю в описании Сели на маршрутку Цена 23 рубля Все как везде, все как обычно Едем до центра Проезд на маршрутке 23 рубля Стоит, судя по всему, безнамом, как я понял Нельзя расплатиться Так что с собой наличку берите на всякий случай Всегда пригодится Мы уже в центре Мы ищем дальше что-нибудь Это, наверное, самый центр, да? А я даже не знаю Мы шли-шли и, наконец, дошли Позади меня Дагестанский государственный драматический театр имени Горького А еще позади тебя фонтан Ну и, конечно, друзья, кто узнал Памятник Расулу Гамзатову Поэт, прозаик, публицист, общественный политический деятель Ух, какая площадь большая Очень большая Угадайте, кто? Идем в сторону рынка, да? Вот интересно, местный колорит города всегда скрывается на рынке Сейчас посмотрим, что там Мне кажется, это будет самое интересное Я себе Махачкалу представлял примерно другое Потому что, знаете, много людей говорят Но ни разу здесь не были И у тебя у самого создается, знаете, такое немножко негативное, что ли, впечатление На самом деле здесь все совсем по-другому Обычный современный город и современные здесь люди И гулять здесь совершенно не опасно Может быть, в ночное время И будет опасно Но в ночное время в любом городе страны и мира будет опасно Поэтому здесь абсолютно все Я думаю, не опаснее, чем в Москве Ну да, многие нам, да, писали Там, в Дагестане опасно И сразу пишут, не опаснее, чем в Москве Я хотела сказать, что Махачкала вообще город-то не маленький Тут население больше 600 тысяч человек И это вообще крупнейший город Северного Кавказа, Россия, представляете А вот так вот, так не скажешь в этой машине Не так много пробок, как-то мы даже не заметили Да и людей немного, да Да, да, и как-то прям тоже козаформа А еще говорят, что за последние лет 10 Махачкала очень сильно изменилась Потому что она стала стремительнее развиваться и благоустраиваться Здесь промышленность стала развиваться намного быстрее А я хочу добавить немного информации По поводу интернета Он здесь достаточно тяжелый Максимум 3G И такой сложноватый И не везде можно расплатиться карточкой Так что обязательно, обязательно с собой берите наличку Вернаград по 35 рублей Пришли мы на рынок Я, честно говоря, в шоке с цен А перски по 100 рублей Это вам не Крым, где по 300? Картоха 25 Ну да, тут очень много зелени, каких-то трав Перцы, чеснок Полидоры, овощи, крупы Это точно Бананы вижу по 65 Рынок не маленький Я еще посмотрел туда вправо, влево еще есть проходики А вот это центральная часть его Ну это вход центральный, я так понимаю Лимоны 5 штук, 100 рублей Я, если честно, даже не знала, что в Кисане инжир растет Он здесь по-обсюду на рынке Кто у нас любит инжир? Обожаю вообще Сколько? 150 килограмм, да? 150 килограмм Хочешь, возьмем Малина, клубника, ягода разные Клубника, говорят, бомба здесь Орехи Малина крупная, такая хорошая Орешки по 300, по 250 Сухофрукты Кизил, инжир А есть в Акадамия 800 рублей всего А у нас 900 медаль стоит В общем, цены действительно приятные Инжир 150 Перские Абрикос и нитарины Примерно по сотке Виноград 30-50 рублей Груша даже по 100 Слива 80 Бананы 65 140 апельсины Груша 120 Яблоки по 150, да? Что с яблоками в этом сезоне проблемы Рыбка Рыбка разная Ребята Кутасу Моего салака Слива Минтай 170 Салак 150 Ну, какие вкусненькие Жирненькие сазаны А сколько стоит? 130 130? 130 рублей за килограмм Амур белый Это вам не цены Краснодарского края Ну да Человечески, да, все? Да Очень вкусная рыбешка Прям выглядит, знаете, как Свежо Да, 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 да Что это? Это типа намазка на хлеб, да? Да Это прямо все натуральное, да? Конечно, конечно Вот тикве не будешь попробовать? Надо какой-то проделиться Очень вкусно Какие цены, расскажите Костучки, абрикосы Вот такая шестовка Ну, такая кустовка Тиква тоже такая цена Минтайль Вот такая пищерка Ну, чуть-чуть кустовка будет Костучки битвы, да? Это 200, да? Тиква тоже битвы Очень маленькие тоже с кустами 300 рублей, 400 рублей Тиквы, знаете? Ну, абрикос очень мне понравился Минтай понравился Тыква как-то непонятно Семет, орехи Выглядит божественно все Классно Да? Вообще, горы, горы такие прям Здорово Рынок и выглядит так себе На самом деле здесь очень приятно Потому что даже в рыбном отделе Нет лишних запахов Не говоря уже вообще Вот мы пока гуляем Вообще никаких лишних запахов нету Ну, вы понимаете, о чем Здесь наоборот Супер Я говорю, даже в рыбном Нет запаха Классный рынок Мне понравилось Сейчас еще фруктов возьмем Вот допустим Там сейчас помидоры По 40 рублей были Допустим, если у нас Где-нибудь там на рынке В супермаркете По 40 Это будут полгнилые Такие вы будете в них копаться Использовать что-то Выбирать, да А здесь отборные Здесь смелые Сочные Реально отборные Да, представляете? Я вот Обожаю рынки, конечно Вот когда Здесь еще все настолько классно Сыры разнообразные Эх, куда нам их только Я думаю, что я понимаю Какой здесь Примерно Сырок И прибыли Са Вкусно выглядит Очень вкусно По 250 Вон вирс За килограмм А можно Да, попробовать Овечий сыр Мы вспомнили Да, то, что нам Кто-то говорил Что овечий сыр Здесь есть Я знаю, что ты любишь Там козья Овечий Такое все Так, например? Ну, он немножко поватный Очень много Соленый Соленый? Ну, его может Вину А так, в принципе Ну, оно очень солено Я вспомнила Вот эта вот паста Которую я пробовала Из... А вот эта паста Которую я пробовала Из тыквенных семечек Это урбеч Очень вкусно Очень вкусно Вы посмотрите Сколько здесь нектарин Видите? Сколько их там? 8 штук примерно Это килограмм И это стоит 100 рублей Я даже поверить не могу Рынок бомба, честно говоря Такие низкие цены И такие отборные Фрукты и овощи Их не надо выбирать Ты просто берешь И все Не надо колупаться Искать хорошие Они там все Хорошие отборные И цельники Вы сами видели Идеально Как будто пластиковый, кажется Муторый бомбочный бара Следующий пошел Его даже прокусывать не надо Класс Немного кислый Вкусный Ну такой Ну у него яркий вкус Очень, да Прям все твои рецепторы Заполняются Нектарин Мой обожаемый Инджир Он сладкий Этот инжир Правда сладкий Опасно ли в Дагестане? Ну я сомневаюсь Не опаснее, чем В любом другом городе Мне кажется Даже в Тунисе Поопаснее было Когда мы были в Тунисе Если честно В Тунисе военное положение Вот там действительно Знаете, как-то гулять Не совсем уж Некомфортно Да, некомфортно Здесь наоборот Классный парк Интересный город Мне пока все нравится Погода Погода, да Отдельно погода Здесь очень хорошая Она комфортная Нет палящей жары А если вдруг стало жарко Просто в парк заходишь Здесь тенек И все Городской пляж Махачкалы Купание запрещено Но тем не менее Люди купаются Тут водичка даже Симпатичнее Ну да, нормально Но все равно написано Что купаться запрещено Большой широкий пляж Прикольно Нормально здесь Я даже сейчас Ну как же она представляла Вот это, по крайней мере, листечко Мне сейчас что понравилось Это набережная Мы сейчас пройдемся Покажем Городской парк Городской сад даже А не парк Правда сад Выглядит очень классно Пахнет травами Чувствуешь? Да А вот, наверное, цвет Цвета очень рада Да Очень здорово Красиво Много зелени Красота Мне нравится Вообще прям Все в сочетании Идеальная погода Ни холодно Ни жарко Много зелени Рядом море Все, что нужно Все есть Вот это цены Шаурма В булке 60 В сандыре 50 В лоше 70 Как это? С Махачкала Немножко познакомились А теперь отправляемся Смотреть ферму Ферму непростую А форелевую Подогнал О! О! 05 регион Очень знаменитое место В Дагестане Главрыба Именно здесь Разводят форель И именно здесь Ее сразу же Можно попробовать Это такой Эко-туристический Комплекс Здесь Есть пустевые домики И, конечно, Ресторан Ресторан Вот и форели Ух, как их много! Я думаю, здесь еще и классная рыбалка может быть. Столько форелей я еще не видел. Красивый коняшка. Супер. И тут у нас получается не только ресторан, тут целый комплекс, где вы можете приехать, отдохнуть, погулять. Есть парковая территория, есть отдельно домики. Можно снять на сутки, отдохнуть с ночевкой, приехать. Прям очень большая территория. Вот только посмотрите, великолепное место. Как же я люблю... Как будто из сказки. Это как будто что-то, знаешь, какое райское местечко. Тут так вода скипает. Ну, вообще, очень красиво. Супы по 220, мясо 300, рис 130, помидоры, баклажаны 150, стейк 500-700, рыбы на гриле, форель 380 рублей, семка 550, форель 400. Вот такие вот цены. Вполне. Напитки. Литр чая 150 рублей. Коза 130. Почему мы, кстати, выбрали первый туристический центр по экскурсиям? Потому что у них есть лицензия. А в Дагестане мало у кого есть лицензии. Получается, что если поедете с турфирмой без лицензии, едете строго на свой страх и риск. Территория действительно огромная. Здесь можно и с детьми приехать. Огромная площадка детская классная. Много фотозон. Вот, например, вам ракурс для фотки классный. Пока решили немножко прогуляться. У нас обед готовится. Мы пока гуляем, смотрим, что здесь еще есть, какие достопримечательности. Для детей даже есть зоопарк небольшой. Также можно на ослике или это пони. На пони покататься, на лошадке и даже на верблюде. А здесь конкретно и выращивают вот форель. Вот в этом бассейне. Здесь каждый отсек разная форель. Ну что, процесс пошел. Принесли нам красоту. Это наша скромная компания Роксана, Юля и Эльдар. Рассказывай. Рассказывай, показывай. Показывай сначала, потом рассказывай. Я уже нечла, да. Я нечла еду. Очень вкусно. Прям очень вкусно. А вы знаете, какая самая вкусная рыба? Самая вкусная рыба, та, которая самая свежая. А здесь ее практически превословят и готовят. Поэтому здесь 100% она вкусная. Потрясающее место. Если вы большой фанат и любитель рыбы, вам обязательно сюда нужно приехать. А если вы еще не определились, любите ли вы рыбу или нет, то, приехав сюда, вы точно поймете, что здесь, наверное, одна из самых вкуснейших рыбин, которую я когда-то съел. Ну вот форель – это 100%. Приехали на очень популярное место в Дагестане. Называется оно… Бархан Сарыкум. Он огромный. Он находится посреди гор. И у него абсолютная высота 262 метра. Ну так вот, ну 250 лет тут есть. Сейчас подуемся, заберемся. Это огромная груда песка, которая непонятным образом здесь оказалась. Немножко напоминает место Куршскую косу в Калининградской области. Только с другой стороны. Прям очень сильно даже напоминает. Пока дошли до места, немножко, конечно, стемнело, но ничего страшного. Зато можно посмотреть классный вечерний вид на город. Все как будто, знаете, как мультики. Такие маленькие огоньки, которые перемещаются. Очень быстро темнеет. Сейчас, представляете, 7 часов уже темно. Но чуть-чуть мы не успели. Хотели прямо на закате, знаете, чтобы солнышко закатывалось. И мы пока ехали, оно как-то само по себе быстро закатилось без нас. О, в магазин пошла. Дагестанская корова. Это не корова, а бычок. А, там на прилавке что-то, походу, есть. Он приметил. Сейчас внутрь зайдет. А он с собой снялся. Сейчас на велосипед зять поедет. Оп, испугался. А вот как выглядит вечерняя Махачкала. Вроде ничего страшного нету. Просто обыкновенный город с обыкновенными людьми. И вот какие-то вот есть стереотипы, что здесь что-то должно с вами произойти. Вот, да, время полдевятого. Люди гуляют, все нормально. Я же говорю, просто обычный город, так что переживать или бояться, я думаю, что не стоит. Сегодня день заканчивается. Не забывайте подписаться на канал, чтобы не пропустить следующее видео. А на сегодня все. Пока. Всем пока.